Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Моё Подворье. Сегодня 21 февраля и сегодня у нас такой день, что нашим поросятам сегодня 4 месяца или 120 дней. Не каждому охота будет взвешивать своих поросят, которые в 4 месяца. И вот я решил для вас лично снять этот сюжет и завешать моих поросят. Как вы помните в предыдущих сюжетах, я снимал поросят в 10, 20, 30, 50 и вплоть до 90 дней с интервалом в 10 дней. Теперь с этим интервалом я конечно не снимаю. А сниму, вот последний был завес в 3 месяца, сейчас будет в 4 месяца. Сейчас я поймаю поросенка и его поставлю в весы. Сейчас, секунду. Сейчас я поймаю поросенка, возьму его на руки. Вот у меня такие есть весы. Вот такие весы. Весы напольные показывают. Они, наверное, килограмм до 200. Вот сейчас я встану, посмотрим сколько мой вес. Мой вес составляет 83 килограмма 600 грамм. Сейчас я завешиваю вместе с поросенком и посмотрим сколько наш поросенок будет весить. Так, вот, секунду. Вот мои поросята 4-х месячные. Вот этот инземплярчик, который мы всегда с вами взвешивали. Они вот такие вот сейчас уже подросли. Он был самый крупный в помете. А вот эти остальные остались у меня самая мелочь, которую я буду откармливать. И потом осенью они пойдут на мясо. А этого хрючка я или оставлю себе, или поменяю его на аналогичного в другом хозяйстве. Так, ну что, давайте я его сейчас поймаю. Доча меня поснимает. Давай. Меня снимай сейчас. Снимай, как я его вывезду. Угу, ладно. Так, ну что, друзья. Вот там наш поросеночек, довольно увесистый такой. Ну-ка, открой. Так. Ой, заманял-то. Закруй. Вот так. Так, снимай. Вот. Итак, я вес поросенка весил 83 килограмма 600 грамм. Сейчас вешу 98 килограмм 600 грамм вместе с поросенком. То есть, получается, наш поросенок весит ровно 15 килограмм. Вот такие вот привесы 15 килограмм в 4 месяца для вьетнавских поросят. Кто бы ни говорил, хорошо там растут, мало растут. Ну, я думаю, 15 килограмм для 4-месячного это вполне нормальный вес. И довольно-таки он такой весистый и тяжелый. Давайте его отпустим. Вот, все, отпустил поросеночка. 15 килограмм для 4-месячного поросенка. Ну, буду смотреть в интернете, кто что пишет. Ну, по-моему, нормально. Нормальный вес вполне может, возможно, есть и побольше. Может быть, и вырастут в других хозяйствах и побольше. Но это все зависит от свиноматки, от, ну, короче, от вообще от генетического его составляющей, какая конституция поросенка. Но вот этот поросенок был самый такой крупный в помете. И вот сейчас он весит 15 килограмм. Возраст его 4 месяца. Хорошо это или плохо? Ну, судите сами, пишите, у кого больше, пишите, показывайте там, не знаю, свои сюжеты. Рад буду посмотреть. Делитесь своими показателями. Ну, вот, вроде бы и все. Так, ну, давайте еще поглядим, что наши поросятки тут. Так, вот у нас наша свиноматочка, которая у нас, стрелка, родила она у нас 5 поросят. Поросятам уже второй месяц. Месяц там, не знаю, 5 дней, что ли. Да, где-то так, по-моему, 16 числа они родились. Двух поросяток у меня уже забрали. Вот осталась у меня одна свиночка и два хрючка. Выкладывать или не выкладывать, я еще пока не знаю. Ну, скорее всего, вот этих двух хрючков выложу, чтобы можно было их продать. Потому что на племя, на племя хрюков, как бы не очень спрашивают. Все хотят выложенных барабков или свинок. Наши свиноматочки, как всегда, вот тут сидят в этом загончике. Ждут, в своей очереди, опороситься. Наша Масяня, вот эта вот, крайняя слева получается, да? Крайняя слева. Она у нас уже такая, животик у нее ощутимо видный. Вторая у нас фроська, по-моему, ну, не знаю. Не знаю, как уже забыл, как их всех звать, кого-кого. Она тоже. А вот эта помельче, которая справа, она у нас должна пороситься уже позднее. Где-то на месяц позднее. Они огулялись вот вместе вот с этой свинкой, которая сейчас еще сидит с хряком. Она у нас самая крупная свинка. Свиноматочка. И она вот принесла вот этого поросеночка, который мы завешивали сейчас. Ну, вот такие пироги у нас в нашем хозяйстве. Наши октябрята, поросята, все настороженно наблюдают. Сейчас я буду их кормить. Станут они толстенькими, румяными и будут расти, как на дрожжах. Да, Борис Батикович? Экземпляр ты у нас подопытный. На этом данный сюжет я буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok